Так, ну что, коллеги, всем снова привет, и мы сегодня продолжаем разговор про рекомендательные системы, которые мы начали вчера. Вот, мы вчера немножко поговорили про такую самую классику рекомендательных систем, да, про алгоритм групп Ленс, про метод ближайших соседей, про то, как этот метод ближайших соседей реализуется, да, вот. Вот, и сегодня я, наверное, хочу поговорить про уже какие-то более-менее вероятностные модели рекомендательных систем, то есть про то, что нашей с вами байосовской душе должно быть близко и приятно, вот. Вот, а, значит, и то, как это все преобразуется в вероятностные модели, в матричное разложение, при чем там матричное разложение и вообще о чем идет разговор. Ну, давайте я, наверное, начну с доски, вот, и расскажу вам, что происходит в всех этих вероятностных делах. Значит, мы вчера, по-моему, закончили на том, что поговорили про метрики качества, и я говорил, что метрики качества вида ранжирования, они как-то лучше приспособлены для рекомендательных систем. Но, конечно, в процессе обучения, особенно в процессе обучения таких классических моделей, мы будем использовать метрику качества, ну, и вообще задачу типа предсказания рейтинга. То есть у меня есть, знаете, я напомню, о чем мы говорили, есть, значит, матрица X, условно говоря, это матрица, в которой по строчкам стоят пользователи, по столбцам стоят продукты, и здесь стоит R, E, T, A, T, это рейтинг, который E, T, пользователь поставил атом и продуктом. И, собственно, наша задача — это произвести какую-то оценку R, E, T, A, T, которая была бы похожа на это R, E, T, A, T. То есть наш лосс, наша функция ошибки — это, скорее всего, будет сумма по датасету R, E, T, A, T минус R, E, T, A, T с крышечкой в квадрате. То есть мы, скорее, мы будем моделировать, пока мы предсказываем именно численный рейтинг, мы будем моделировать его как рейтинг, предсказанный моделью плюс нормально распределенный шум, так же, как в обычной линейной регрессии. Пока так, потом я обсужу еще какие-то другие варианты. И, собственно, вопрос заключается в том, откуда мне промоделировать вот это R с крышечкой. Ну, смотрите, значит, откуда берется R с крышечкой. Давайте подумаем, рассудим, так сказать, логически, откуда берутся рейтинги, откуда берутся вообще оценки, которые пользователи ставят. Ну, первая мысль состоит в том, что, наверное, некоторые пользователи добрее других, с одной стороны. С другой стороны, я буду опять про пользователей и фильмы, да, некоторые пользователи добрее других, с одной стороны, с другой стороны, некоторые фильмы, ну, просто лучше других. То есть первый подход к снаряду будет выглядеть так. Давайте я буду в качестве модели использовать просто обычную сумму. Ну, обычно здесь выделяют, типа, глобальное среднее по всему датасету, плюс то, что называется базовым предиктором. Плюс BEIT и плюс BEAT. То есть вот это, это просто, типа, какая-то глобальная константа, глобальная средняя. BEIT это, ее можно было бы не писать, ее можно было бы распределить между BEIT и BEAT. Это несущественно совершенно. Вот. BEIT это, типа, доброта пользователя I, а BEAT это, типа, качество продукта A. Вот. Вот. И таким образом, вот, наша первая модель, это просто обычная линейная регрессия получается, вот с такими параметрами. Ее можно представить как обычную линейную регрессию, то есть, типа, ну, какая у нее матрица будет. У нее будет матрица такая, что вот... Какая у нее будет матрица? Какие у нее вообще... У нее будут переменные. μ, потом B1, Bn для пользователей, потом B1, Bn, вот другие уже там, да, для BM, для продуктов. И, значит, матрица у нее будет размером... Ну, вот, размер датасета на, получается, N плюс M плюс 1. И в каждой строчке... В каждой строчке этой матрицы будет... Будут три единички, то есть вот здесь будет единичка, потом будет единичка на том месте, которое соответствует этому пользователю, и будет единичка на том месте, которое соответствует этому продукту. Ну, а здесь будут, соответственно, стоять вот эти рейтинги, R, N, T, A, которые есть в базе. Вот, то есть это можно представить в виде линейной регрессии даже с такой довольно разреженной матрицей, то есть это все очень эффективно. И... Ну, а если написать формально как здесь, то мы просто берем там сумму по датасету R, I, T, A, T, минус μ, минус B, I, T, минус B, A, T в квадрате и минимизируем по B, I, B, A и μ. Вот. Здесь два замечания. Первое замечание, что хотя... И вот это будет еще более важно потом, но уже сейчас-то довольно, значит, скорее всего, существенно. Скорее всего, у этой модели, как у линейной регрессии, довольно много весов. Даже, наверное, многовато. То есть, что значит многовато весов? Это значит, что... Ну, у нас получается по отдельной переменной на каждого пользователя и еще по отдельной переменной на каждый продукт. В реальной жизни, скорее всего, вот эта матрица будет довольно сильно разрежена, и это как-то будет многовато свободных переменных. Поэтому во всех этих моделях, начиная с самой первой, а потом это станет еще важнее, когда переменных станет еще больше, вот, во всех этих моделях очень важно не забывать регуляризацию. То есть, плюс, там, сумма, не знаю, лямбда на сумму B в квадрате на сумму B в квадрате. Что-нибудь такое. Вот. Какой-то регуляризатор нужен, ну, например, L2, или можно L1, как вашей душе угодно. Вот. А, значит, вот такая модель для начала. И на самом деле, посмотрите, эта модель уже... Это еще не совсем рекомендация, во-первых, потому что здесь нет никакого персонализованного компонента. И вот сейчас мы будем его добавлять, потому что, ну, посмотрите, что будет на выходе. На выходе будет оценка... Для вас будет оценка, насколько вы добрый пользователь, и для каждого фильма будет оценка его, так сказать, глобального качества. Все, что можно рекомендовать на выходе, это, типа, лучший... список лучших фильмов, не более того. Но на самом деле это... Такой подход имеет, конечно, большой практический смысл, потому что, ну, да, список лучших фильмов часто нужно произвести. И обратите внимание, вот, что... Вот это... Это как бы такой правильный, честный способ произвести список лучших фильмов, который, наверное, будет лучше и разумнее, чем выписывать топ по среднему рейтингу. По понятным причинам, да, потому что топ по среднему рейтингу... Ну, если бы каждый фильм оценили, там, все пользователи или половина пользователей, это бы все усреднилось, конечно, и было бы то же самое. Но в реальной жизни, скорее всего, каким-то фильмам повезет, их оценивают в основном добрые пользователи, каким-то фильмам не повезет, их оценивают в основном злые пользователи. И было бы клёво, конечно, это учесть, прежде чем выписывать какие-то топы. И вот, собственно, именно этим эта модель и занимается. То есть, бейты и баты не обучатся и не должны обучиться просто в средние рейтинги по пользователю и средние рейтинги по продукту. Они как раз разделят эти средние рейтинги между собой. Вот. А то есть, это такая прямо разумная модель для производства списков лучших чего-нибудь по оценкам. Поэтому я как раз хотел её сказать отдельно. И, кстати, мы её видели пару лекций назад, когда я про рейтинг, что я когда говорил. Там была только разница в том, что факт взятия... Ну, там была точно такая же матрица, но там была логистическая регрессия. Там типа факт взятия вопроса складывался из силы игрока и простоты вопроса. Того, насколько он предназначен для взятия. Скажите, пожалуйста, бата — это насколько фильм хоррой сейчас? Что такое бата? Бата — это, ну, получается, качество фильма. То есть, смотрите, это компонента, которая с плюсом входит в ожидаемый, в предсказанный нами рейтинг. То есть, когда мы захотим выбрать топ-фильмов, нам нужно отсортировать по мю плюс бата? Ну, можно просто по БА, потому что мю — это просто одна константа на всех, да. А, мю — это для всех фильмов одна и то же? Да, да, да. Мю — это просто глобальное среднее. Его обычно добавляют типа для удобства, и чтобы, может быть, за ним тоже следить. Но, да, как я уже говорил мельком, его можно было бы сюда не писать. Тогда бы оно просто распределилось между битами и батами. Модель бы не изменилась. Да, спасибо большое. Вот. Да, значит, вот такая первая мысль. Теперь. Но это, как я уже говорил, все еще не совсем рекомендательная система. То есть, это штука, которая позволяет более объективно оценивать качество продуктов. Но конкретно для этого пользователя пока мы ничего порекомендовать не можем. Мы можем просто ему сказать, что смотри, «Крестный отец» — хороший фильм. Вот. А поэтому вторая, ну, как бы следующий шаг состоит в том, чтобы добавить в эту модель какую-нибудь персонализацию. Как добавлять персонализацию? Ну, смотрите. В чем здесь интуиция? Интуиция в том, что есть какие-то типа параметры, которые, с одной стороны, бывают у фильмов. Там, скажем, не знаю, комедия это или драма. Там, хорошо ли играют актеры, там, не знаю, много ли спецэффектов, хорошие ли спецэффекты и так далее и тому подобное. Есть какие-то параметры, признаки. И фильмы по этим параметрам имеет смысл оценивать индивидуально. То есть, типа, каждый фильм соответствует этим там параметрам так или иначе, сильно или слабо. А у пользователя есть предпочтения, связанные с этими параметрами. Ну, вот интуиция такая. Реально, конечно, мы не будем их интерпретировать, эти параметры. У нас не будет никакой разметки про них. Но идея в том, что я для каждого пользователя и... Сейчас я вспомню, какая у меня там буква для этого. Буква... Буква P. Вот, я для каждого пользователя и строю вектор признаков PIT какой-то длины, да, и для каждого продукта A строю вектор признаков QAT такой же длины. А потом вот эта персонализованная часть — это просто PIT скалярно умножить на QAT. То есть это то, насколько хорошо заелайнились друг с другом, насколько похожи вектор предпочтений пользователя и вектор качеств самого вот этого фильма. И общая модель получается теперь такая, что RIT AT с крышечкой. Ну, это по-прежнему μ плюс BIT плюс BAT. Эти базовые предикторы — это все равно полезная вещь. Но плюс еще вектор PIT скалярно умножить на вектор QAT. И теперь вот это должно быть похоже на векторы из базы. И теперь наша функция потерь — это... Ну, это уже не линейная регрессия, как видите, здесь P умножается на Q. Поэтому как линейную регрессию с какой-то матрицей я это записать не смогу. Но LOS записать, конечно, смогу. Он будет выглядеть точно так же. Минус теперь вот это все. Плюс BIT скалярно на QAT в квадрате. И, наверное, плюс еще какие-нибудь там сумма BIT плюс сумма BAT. Ну, тут, наверное, какой-нибудь другой регуляризатор на норму. Ой, господи, боже мой. На сумму всех PIT и сумму всех QAT. Что-нибудь в таком духе. Вот. И вот это вот нужно типа минимизировать теперь по μ, BIT, BAT, PIT и QAT. Вот такая задача оптимизации. Смотрите, эта задача оптимизации, она стала сложнее. То есть раньше это была прям буквально квадратичная оптимизация. Теперь нет. Теперь PIT и QAT здесь перемножаются. И потом только здесь что-то такое происходит. Но на самом деле все равно не сложная задача оптимизации. Ее можно решать, ну, по большому счету, двумя способами. Можно устроить просто градиентный спуск. Я даже, наверное... Ну, ладно, давайте выпишем. Можно взять там производный градиент L по вектору P, например, да? PIT, чем будет равен градиент L по PIT. Ну, вот, смотрите, здесь квадрат. Значит, это будет 2 на RIT, AT минус, ну, вот это вот. Да? И умножить на градиент того, что здесь внутри. А здесь внутри вот PIT участвует как скалярно умножить на QAT. То есть будет типа QAT с минусом. Вот. И плюс регуляризатор, плюс, соответственно, там... 2, лямбда 2 на PIT. Вот. Ой, и я, конечно, извините, я забыл. Здесь, конечно, сумма по данным. Значит, здесь тоже сумма по данным. Что-то я чувствую, что у меня что-то какая-то фигня получается. Сумма по датасету, в котором есть I, да? А здесь сумма по всему датасету. Градиент по PIT от L. Сумма по I, A, S, D. Вот так напишу. Вот. Вот. И двоечка. Вот. И минус. Вот. Вот такой получается градиент. И можно просто типа подставить и немножко сместиться. А можно сделать еще хитрее и в каком-то смысле проще. Смотрите. Можно устроить схему, чем-то напоминающую EM-алгоритм. Тут скорее даже, наверное, напоминающую такой покомпонентной оптимизацию. Такой спуск то по одной части, то по другой. Смотрите. Если посмотреть теперь на эту функцию потерь и на эту задачу, то можно заметить, что от линейной регрессии нас отделяет, по сути, вот это слагаемое. И если бы, например, PIT были константами, то относительно QUAT и остальных параметров это была бы линейная регрессия. И наоборот. Если бы QUAT были константами, то относительно PIT это была бы линейная регрессия. Поэтому можно устроить такой алгоритм. Он называется ILS, Alternating List Squares. И алгоритм очень на самом деле простой. Мы, значит, фиксируем PIT и обучаем просто линейной регрессии, там, μ, BIT, BAT и QAT. Потом фиксируем наоборот QAT и обучаем линейной регрессии μ, BIT, BAT и PIT. И вот так попеременно, ну и итеративно, типа, повторить, пока не сойдется. И вот этот алгоритм, он для таких задач, как правило, работает лучше. Он, видите, он делает больше за раз, у него лучше со стабильностью, он, наверное, быстрее сойдется. И, в общем, как правило, если можно сделать что-то в таком духе, то лучше делать, а не просто пользоваться градиентным спуском. Хотя задача довольно простая, градиентный спуск, конечно, тоже будет работать. Вот. То есть, вот такая, получается, базовая история. И вот эта базовая история в рекомендательных системах называется моделью SVD. SVD, прямо вот то самое SVD, которое в алгебре, singular value decomposition, потому что на самом деле именно это оно и есть. То есть, что мы на самом деле делаем, если вот забыть на время про μ, BIT и BAT, то что мы на самом деле делаем, мы RIT AT приближаем, как BIT скалярно умножить на QAT, как два вектора небольшой относительно размерности. То есть, что мы по сути делаем, мы берем матрицу X и раскладываем ее в произведение двух таких вот сильно прямоугольных матриц. X – это матрица размера n на m. Мы ее раскладываем в произведение матрицы, там, P размера n на f и матрицы Q размера f на m. Ну, давайте я где-нибудь здесь про транспонирование напишу, чтобы они были все-таки одинаковые форматы. Вот. Нет, лучше давайте здесь. Ладно, неважно, где написать транспонирование. Вот. То есть, P состоит из векторов в PIT, Q состоит из векторов в QAT. И они друг на друга скалярно умножаются. Вот. И, в принципе, вот эти рассуждения, которые… А вы знаете вообще SVD в алгебре? Проходили? Кажется, нет. Это удивительно. Ну, ладно. Тогда я скажу пару слов. Смотрите. Значит, что такое… Просто не понимаем, о чем речь идет. Ну, так и называется. Сингулярное разложение матриц. Если есть матрица, и она там ранга какого-то K, то это значит, что ее можно разложить в произведение матриц вот такого вида. Значит, U на D на V. Тут тоже какую-то из них обычно пишут как транспонированную. Где U, ну, если X это матрица размера N на M, то U, значит, N на M, а ранга K, то U это матрица размера N на K, V это матрица размера, соответственно, M на K. Ну, транспонированная будет K на M. А D это диагональная матрица размера K на K. И диагональная она для того, чтобы U и V могли стать… Какое слово-то это в алгебре? Они не квадратные, поэтому нельзя сказать там унитарные. Ну, короче, у них длина каждой строки равна единице, норма каждой строки равна единице. Вот. А, соответственно, те числа, которые появляются на диагонали матрицы D, они называются сингулярными числами, singular values, и поэтому это все называется сингулярное разложение. Ну, грубо говоря, нам от этого не так много надо. Нам от этого просто надо, что если у вас матрица малого ранга, то вы можете разложить ее в произведения прямоугольных матриц, которые имеют размер, соответствующий этому рангу. И про сингулярное разложение на самом деле есть… Ну, кстати, тут странно, что вы не изучали, потому что это прямо суперважная в алгебре, суперважная тема, которая имеет много прямых применений и использований. То есть, ну, например, скажем, самая базовая теорема про сингулярные разложения состоит в том, что, ну, во-первых, можно его так построить, что эти D по модулю убывают, ну, и они положительные, можно их построить так, что они положительные и убывают по размеру. И если так сделать, то тогда, смотрите, если я возьму матрицу D и из нее обрежу часть самых маленьких сингулярных значений, заменю их на нули, то это будет матрица, у которой теперь вот тут все ноль, и только вот здесь на диагонали что-то есть, то тогда получится, что после умножения на U и V это все равно, что я от Q отрежу кусочек, и от V тоже отрежу, от V транспонированного тоже отрежу кусочек, правильно? И тогда, если я обрежу часть элементов на диагонали матрицы D, то в произведении U, D на V транспонированное будет иметь ранг уже еще меньше, тут, ну, например, L. Да. И вот, наверное, такая одна из главных теорем про сингулярное разложение состоит в том, что тогда вот это U, D на V транспонированное, это типа наилучшее, ну, с точки зрения какой-то конкретной метрики, про бениусовой, по-моему, вот, наилучшее приближение матрицы X, а ранга L. То есть это типа матрица ранга L, которая ближе всего подходит к матрице, которая больше всего похожа на матрицу X. Ну, и это, конечно, постоянно используется. То есть типа, если вы хотите, например, там, ну, ладно, там чуть посложнее в реальности, но типа, если вы хотите, не знаю, сжать картинку, то как вы сожмете картинку? Вы построите для нее какую-нибудь JPEG, как построить? Вы строите низкоранговое приближение к матрице пикселей. И оно получается, что вы теряете какие-то детали, это, конечно, приближение, но когда вы делаете SVD, а потом обрезаете сингулярные значения, вы получаете автоматически наилучшее приближение в этом классе по какой-то метрике. Ну, и там, как бы, да, SVD — это прямо одна из главных тем линейной алгебры. Даже удивлен, что вы не знаете. Вот. Хорошо. Значит, ну, нам вся эта теория на самом деле не нужна, не особо нужна. Нам просто нужно понимать смысл того, что происходит. То есть мы строим, фактически в этой модели, мы строим низкоранговое приближение к матрице рейтингов. Но мы не просто строим низкоранговое приближение к матрице рейтингов, то есть мы не можем сказать, вот давайте возьмем матрицу и запустим на ней SVD. Потому что, конечно, для того, чтобы делать это разложение, есть там тоже сверхбыстрые алгоритмы, которые хорошо работают и все такое прочее. У нас немножко другая задача, потому что в матрице Х мы не все элементы знаем. Мы знаем только небольшую часть этих элементов. И мы, соответственно, такая наша задача алгебраическая. Мы строим наилучшее низкоранговое приближение, но наша наилучшесть, она может, она измеряется только по тем элементам матрицы Х, которые мы знаем. А те, которые не знаем, ну, не знаем. Но фишка в том, что как раз эти элементы, которых мы не знаем, их-то нам и надо предсказать. В этом-то как бы и смысл. То есть мы выдвигаем гипотезу в этой модели, мы выдвигаем гипотезу о том, что матрица Х на самом деле малого ранга. Это ранга F, как я написал, да? И исходя из этой гипотезы, мы ее достраиваем и получаем какие-то предсказания. Вот. Вот в этом как бы смысл. Ну, а формально понятно, что про алгебру можно, если не знаете, можно особо и не задумываться. Формально можно просто считать, что мы аппроксимируем истинные рейтинги при помощи вот такой вот модели и обучаем ее параметры. И тут, видите, обучение, оба алгоритма обучения, в общем, никак к этим низкоранговым приближениям не апеллируют. Хотя смысл именно вот такой. Вот. Такие дела. И вот этот СВД-метод, вот этот подход к рекомендательным системам, ну, это, наверное, до сих пор один из таких центральных, главных и самых популярных, вместе с тем простых подходов к тому, чтобы строить рекомендательные системы. Но, конечно, на него можно понадстроить и понаслоить самых разных расширений, улучшений, модификаций и тому подобное. И давайте я часть из них вам сейчас расскажу. Значит, ну, модификация номер один заключается в том, что, смотрите, я сейчас говорил, что R, I, T, A, T — это число, да, и R, I, T, A, T с крышечкой должно быть похоже на R, I, T, A, T как число на число. Но на самом деле в жизни это не совсем число. Так, подождите, кто-то мне что-то написал. Да, Фрабениус. Ага, прекрасно. Вот. Значит, на самом деле в жизни это не совсем число. То есть в жизни это, в жизни, скорее всего, ваша рекомендательная система устроена так, что, ну, например, вы приходите там на Netflix и там у фильма от одной до пяти звездочек, например. Я, кстати, не знаю, как сейчас на Netflix, я тут там не подписан, к сожалению, или к счастью. Вот. И там от одной до пяти, ну, от нуля до пяти звездочек, например. То есть реально это как бы можно считать числом от нуля до пяти, но на самом деле это не число от нуля до пяти, а это вот шесть таких просто вариантов, из которых человек выбирает. И в таких ситуациях на самом деле более разумно формулировать рекомендательную систему не как регрессию, а как классификацию на эти классы. Вот. И может показаться, что мы при этом что-то теряем. То есть теперь получается у нас, что эти шесть классов — это независимые классы. И мы потеряли информацию о том, что там два ближе к одному, чем к пяти. Но практика показывает, что это не страшно. То есть, ну, видимо, это как-то и психологически тоже, что человек не задумывается про числа эти. На самом деле просто у человека есть такая категория в голове, что вот это фильм на пять звездочек, это фильм на три звездочки. Вот. Но это мои домыслы. А формально это просто значит, что мы от минимизации суммы квадратов отклонений должны перейти к софтмаксу какому-то, ну, к логистической регрессии. То есть теперь у нас там R и T, AT с крышечкой — это на самом деле вектор. И это вектор вероятностей классов. Там, да. И это вектор, который получен, скорее всего, как софтмакс от вот этой вот модели. И ровно так же, как я вам говорил, можно обучать линейную регрессию, ровно такой же ALS можно устроить. Просто теперь он будет по логистической регрессии. ALS с логистической регрессией. Как мы фиксируем PIT, и получается, что мы обучаем просто логистическую регрессию софтмакс от линейной функции с параметрами μ, BIT, BAT, QAT. А потом мы фиксируем QAT и обучаем логистическую регрессию с μ, BIT, BAT, PIT. И так попеременно пока не сойдется. Это на самом деле хорошая тема. Она, как правило, улучшает стабильность всего этого процесса. И, ну, на самом деле, рекомендательные системы часто получаются на выходе лучше. Вот. Часто получается на выходе лучше. Так. Это первое, что я хотел вам сказать про это. Что я дальше хотел сказать? Сейчас надо сообразить. Что я дальше хотел сказать? А, да. Дальше я хотел поговорить немножко по-байсовски об этой теме. Ну, то есть, не то чтобы совсем по-байсовски, но давайте я хотя бы доведу до вероятностного разложения матрицы. Значит, смотрите. Что мы делаем? Мы берем матрицу рейтингов X и раскладываем ее в произведение двух матриц. Ну, давайте, как у меня было, P на Q, да. Двух матриц малого ранга P и Q. Одна там, там, N на P на Q транспонированная, P будет N на K, Q будет N на K. А, смотрите, что мы имеем в виду, когда строим эту модель с точки зрения вероятностной модели? С точки зрения вероятностной модели мы имеем в виду, что каждый R и T, A, T получается, как наше предсказание, плюс, значит, гауссовский шум с центром нулей и какой-то дисперсия сигма в квадрате. То есть, если написать это как правдоподобие, то правдоподобие X с параметрами P, Q и сигма, это будет типа произведение по всем I на произведение по всем A, точнее не так, а произведение по тем парам I, A, которые есть в данных. А здесь, чего там, здесь гауссиан от R и T, A с центром вот в нашем R с крышечкой, ну давайте я напишу μ плюс B и T плюс B, A, T, а нет, подождите, я сейчас про P и Q хочу говорить, давайте я забью пока на μ и B, это просто P и T на Q и какой-то дисперсия сигма в квадрате. Вот, и вот это мы типа хотим максимизировать по P и T на Q. Значит, как добавить сюда априорное распределение? Ну, я уже говорил, что в этих моделях очень важно добавлять регуляризаторы. И, конечно, если мы еще и добавляем векторы признаков, то регуляризаторы становятся еще важнее добавлять. Да, то есть это становится уже прямо неотъемлемой частью этого всего процесса. Потому что теперь у нас для каждого пользователя есть вектор там условно длины 10, для каждого фильма есть вектор длины 10. И один пользователь, может, вообще в среднем оценил даже и меньше, чем 10 фильмов. То есть, ну, без регуляризации уж совсем никуда. Вот, но чему соответствует эта регуляризация в нашей привычной нам байсовской парадигме? Это значит, что, например, там, что есть какое-то априорное распределение P от P, которое, по сути, ну, просто дает, является произведением независимых гауссианов для каждого элемента этой матрицы. То есть, типа, ну, там, произведение по I, произведение, скажем, по K, по признакам, да, нет, смотрите, это K уже написал, ну, произведение по S от 1 до K, вот. И здесь, соответственно, там, гауссиан от P и S, да, с центром в нуле, и с какой-то дисперсией, там, сигма P в квадрате. Если теперь это записать, то, если теперь это добавить, ну, да, извините, забыл еще, P от Q, произведение по A, то же произведение по S, гауссиан Q, A, S, того, при условии, с центром в нуле и какой-то дисперсии сигма Q в квадрате. Ну, и теперь, если написать апостерерное распределение, то есть, как же P и Q, какое же будет распределение P и Q при условии X и вот этих гиперпараметров, сейчас я вот к этому как раз приду, то это будет, ну, соответственно, произведение, оно будет пропорционально произведению, как обычно у нас всегда, P и Q и все эти сигмы, на априорное распределение, которое я тоже считаю, что P и Q, конечно, независимо порождается. Значит, P при условии сигма P и Q при условии сигма Q. Вот. Ну, и это значит, что, если я ищу параметры максимальные и апостериорные, то, ну, после того, как я возьму от этого логарифм, у меня получится как раз вот такая функция ошибки, где лямбда 1 и лямбда 2 будут связаны с дисперсиями сигма P и сигма Q. То есть у меня на самом деле получится, что там логарифм вот этого апостериорного распределения, давайте допишу, это константа плюс, смотрите, точнее минус, 1 делить на 2 сигма в квадрате на сумму R и Т АТ минус P и Т на Q АТ в квадрате, минус 1 на 2 сигма Q в квадрате на сумму Q АТ в квадрате. Вот. И вот это нужно типа максимизировать и так далее, и так далее. То есть это получается эквивалентно минимизации такой функции ошибки. Сумма квадратов отклонений плюс, смотрите, сигма в квадрате на сигма P в квадрате на сумму P и S, плюс сигма в квадрате на сигма Q в квадрате на сумму Q АС. Вот. И вот это надо, соответственно, минимизировать. Вот. Ну, смотрите, а здесь вот, а здесь именно сама ошибка, да. Вот. Ну вот смотрите, это мы уже все делали, конечно, когда там какую-нибудь линейную регрессию проходили, это мы все делали. И мы видели, что... А что мы видели? Потерял мысль. А, да. И мы видели, что, ну, вот эти коэффициенты регуляризации, как они связаны с дисперсиями априорных распределений, дисперсией шума и всего такого прочего. Но... И вот то, что я сейчас написал, это называется PMF, Probabilistic Matrix Factorization. И вопрос на самом деле тут такой. А за каким чертом мы все это делали? То есть, ну, окей, я теперь понимаю, что лямбда 1 — это сигма в квадрате делить на сигма P в квадрате. А лямбда 2 — это сигма в квадрате делить на сигма Q в квадрате. Но, блин, сигма P и сигма Q — это уже на самом деле дисперсия априорных распределений, которые я все равно должен сам выбрать. Какая же разница выбирать сигма P и сигма Q или выбирать лямбда 1 и лямбда 2? Ну, вот оказывается, что разница таки есть. И разница вот какая. Теперь, когда мы понимаем, как устроена функция ошибки, какой смысл имеют эти регуляризаторы, мы можем устроить такую итеративную процедуру. Ну, по сути, мы ее тоже уже немножко проходили. По сути, эмпирический БС. То есть, какая получается процедура, смотрите. Мы попеременно то фиксируем сигма в квадрате, сигма P и сигма Q и обучаем параметры, то фиксируем P и Q и оцениваем... Давайте лучше не train, а learn, потому что... Вот, и оцениваем сигма в квадрате, сигма P в квадрате, сигма Q в квадрате. То есть, смотрите, когда мы зафиксировали свою модель, мы знаем наши предсказания для каждого элемента данных, а значит, мы можем просто посчитать эмпирическую дисперсию и оценить, чему же равно сигма в квадрате. И мы знаем наши признаки P и Q, то есть мы можем посчитать эмпирическую дисперсию, оценить, чему равно сигма P и сигма Q в квадрате. То есть, за счет того, что у нас этот регуляризатор не для одного числа, а типа, как бы мы предполагаем, что один и тот же сразу для целой матрицы этих чисел, мы можем зафигачить эмпирическую оценку этого регуляризатора. И в итоге действительно будет получше. То есть, в итоге действительно... Ну, много итераций таких тут не потребуется, скорее всего. Там через одну, две, три итерации уже все сойдется, и меняться эти сигмы перестанут. Но они действительно придут к каким-то более, может быть, разумным значениям. И тем самым вот этот эмпирический байз поможет нам фактически выбрать оптимальные параметры регуляризации. Лямбда 1 и лямбда 2, которые выбирать как-то по-любому нужно. Вот. Это, значит, что касается PMF. То есть, вот при помощи такой процедуры можно выбирать коэффициенты регуляризации. И, в общем, практически всегда, когда... Ну, я это рассказал вот в контексте рекомендательных систем. Но, в принципе, это вполне разумная процедура, которая может что-то улучшить практически всегда, когда ваш регуляризатор соответствует понятному вам распределению. То есть, если вы просто добавили какой-то абстрактный штраф из головы, то вы не знаете, наверное, как обучить параметры этого штрафа. А если это действительно L2 регуляризатор, то понятно, что это гауссиан. И, конечно, вы знаете, как найти дисперсию гауссиана эмпирически. Поэтому почему бы не прогнать пару итераций такого эмпирического баяса. И в реальности это, скорее всего, действительно помогает. Вот. А на самом деле можно пойти еще дальше. И вот тут я на самом деле не буду пытаться, наверное, доводить это прямо до конца и до алгоритма, как здесь, потому что это опирается на вещи, которые мы еще не совсем проходили и будем проходить как раз уже довольно скоро, на то, как сэмплировать из сложных распределений. Но на самом деле, смотрите, можно пойти еще дальше и сделать прямо полноценный, это так и называется, BPMF, полноценный байсовский вывод на этих матрицах. То есть, смотрите, здесь я оценивала пастериорное распределение и подбирал к нему гиперпараметры, лямбда 1 и лямбда 2. Но на самом деле было бы еще лучше. Вот когда я это сделал, мне же на самом деле не нужны значения матриц по EQ. Мне на самом деле нужно на тестовом наборе для какого-то ИИА придумать себе свое предсказание R с крышечкой ИТАТА. И формально говоря, это R с крышечкой ИТАТА, вот его там распределение, давайте, P от R с крышечкой ИТАТА, я бы хотел оценить даже не при условии лучших по EQ, а при условии просто данных, но и гиперпараметров. То есть, сделать байсовские предсказания в этой модели, так, как мы делали для, скажем, линейной логистической регрессии. И как это сделать? Ну, понятно как. Первый шаг понятен. Мы должны добавить здесь мы должны добавить здесь P-EQ, да, и по ним проинтегрировать. Это мы делаем всегда в каждой, это мы делаем всегда в каждом, в каждой задаче с байсовскими предсказаниями. Вот. Ну, теперь смотрите. Теперь, что это на самом деле? Это ожидание по распределению вот этому апостериорному P от P-Q при условии D от, ну, чего, от P-E скалярного умножить на Q-Аты, на самом деле. Вот так мы делаем предсказания, если P-EQ извест. Вот. И как можно вести байсовский вывод, и это такое небольшое забегание вперед, ну, как раз хорошее время, чтобы чуть-чуть забежать. Как можно вести байсовский вывод такого вида? Ну, наверное, взять этот интеграл будет трудно по такой функции, еще нелинейной, непонятно. Но, что можно сделать? Можно попробовать организовать сэмплирование, то есть, ну, и, наверное, плохо сказать, P-J-T, Q-J-T, посэмплировать из распределения, а, дайте лучше R, слово random, там обычно я так буду обозначать. Значит, P-R-T, Q-R-T, посэмплировать из-за пастерьерного распределения, просто понакидывать, и новую оценку R с крышечкой E-T-A-T оценивать как, ну, типа, эмпирическое и среднее вот этого, то есть, как 1 на R на сумму по R от 1 до R большого, а здесь, соответственно, P-I-T R-T скалярно умножить на Q-A-T R-T. Да? Вот. Вот, как бы, так обычно в жизни в сложных случаях и делаются настоящие Байсовские предсказания. То есть, вот это я вам пока не объяснил, как делать, но давайте пока поверим, что это сделать можно. Мы про это будем довольно долго говорить. Как сэмплировать из таких вот сложных распределений, апостерьерных, заданных нам в виде, ну, типа, чего-то пропорционального плотности. Вот. Но это, типа, можно сделать. А если это можно сделать, то можно, значит, накинуть, условно 50 таких матриц, 50 пар таких матриц, и потом для, собственно, предсказаний просто усреднять, ну, тут даже нет, не распределение, тут это среднее, предсказываю, да, вот само R-T, с крышечкой. Вот. Для того, чтобы делать предсказания, просто усреднять, строить вот эту эмпирическую оценку, то есть усреднять ответы по этим сэмплам. И это действительно работает очень неплохо, ну, конечно, долго по сравнению с обычным там СВД, но, в принципе, это работает очень неплохо, вот эта знаменитая картинка из одной из там главных статей про Netflix Price, например, для которого, собственно, это все и разработали, но СВД было раньше известно, а вот все эти вероятностные методы разработали по большому счету во время Netflix Price Competition, и тут видно, что, типа, вот baseline score это ошибка, то есть выше это хуже, ниже это лучше, значит, вот baseline score, который, типа, надо превысойти на 10%, вот это обычный СВД, то есть он, видите, сначала хорошо обучается, обучается, потом в какой-то момент начинает переобучаться, оверфитинг делать, ну и как бы надо поймать этот момент, как ты это можешь пытаться делать. Вот это PMF, честный, ну вот этот с эмпирическим байсом, посмотрите, он тоже немножко начинает переобучаться, но гораздо слабее и гораздо позже, и он дает результат гораздо лучше, то есть вот PMF, он действительно добавляет как бы байсы, добавляет сглаживание. И это логистический PMF, то есть это PMF, в котором нелинейная регрессия, а логистическая, ну вот как я вам, как где вот эти два продолжения смешаны друг с другом, да, то есть там и эмпирически мы гиперпараметры подбираем эмпирическим байсом и одновременно строим какую-то тут функцию не ошибки, как это сказать, строим какую-то тут строим логистическую регрессию вместо линейной, то есть считаем звездочки классами. И с этим, видите, еще лучше, то есть тут даже как-то и не дождаться, пока он начнет оверфитингом заниматься, он и быстрее обучается и к лучшему результату приходит. Вот, а байсовский PMF просто лучше всех. То есть если там честным образом зафиксировать, честным образом зафиксировать, что там к чему, то все будет фактически стабильно, ну там как бы получается, что обучать тут эпохами как бы и нечего, типа у меня есть это распределение, я из него сэмплирую. Одна константа получается в качестве ошибки. Ну вот эта константа лучше, чем лучше, до чего доходят предыдущие методы. А справа, соответственно, график двух вариантов этого байсовского PMF в зависимости от того, сколько сэмплов я возьму, то есть сколько этих матриц я накидаю. Ну и как бы видно, что они становятся уже там в каком-то момент непрактично тяжелыми, но продолжают улучшаться, тем не менее. То есть вот RMSE тут доходит до... RMSE одной модели доходит до 0,895, а ну я, конечно, опять забыл, но типа там, чтобы получить миллион долларов за эти 10% улучшения, нужно было сделать что-то типа 0,891 или что-то в таком духе, то есть что-то типа в районе 0,89. А вот одна модель байесовский PMF доходит до 0,895. Эти, да, две кривые это две размерности вектора признаков 30 и 60, как тут написано. Вот, то есть, короче говоря, дело байеса живет и побеждает, и это тоже очередной пример того, что байесовские предсказания делать хорошо, но может быть дорого. То есть в линейной логистической регрессии у нас это все было бесплатно, мы просто типа занимались математикой и выводили формулы, и потом оказывалось, что у нас есть чуть ли не аналитические формулы или хотя бы аналитические аппроксимации, в которые можно просто подставить, получить ответ. А здесь не так. То есть и в жизни, как правило, не так. То есть в жизни, как правило, надо, чтобы сделать байесовские предсказания, еще запустить довольно хитрый алгоритм, который будет эти сэмплы искать. То есть вот здесь вот эта сложность, вот эти часы, они, конечно, не на то, чтобы усреднить 100 матриц, в этом нет никакой сложности, или 500 матриц. Они на то, чтобы накидать эти матрицы, чтобы сделать эти сэмплы из апостольерного распределения. Вот. И это, да, это нелегко получается. Вот такие дела. Значит, ну, давайте я, наверное, не буду рассказывать про машины Больцмана. Про машины Больцмана мы либо поговорим потом, либо не поговорим. Это, на самом деле, не супер принципиально. Вот. Может быть, в контексте ненаправленных графических моделей немножко поговорим. Но, как бы, в общем, это просто в моем рассказе это просто иллюстрация того, что, наверное, того, что SVD это не единственный метод, и можно придумать какие-то другие методы, которые основаны на каких-то других признаках. То есть, в случае машин Больцмана там есть какой-то скрытый слой признаков, и мы обучаем признаки, и потом при помощи этих признаков восстанавливаем недостающие значения, то есть, восстанавливаем те рейтинги, которые нужно предсказать. Но это сейчас все равно непонятно, как происходит. Может быть, потом расскажу вам в контексте Undirected Graphical Models. Вот. Но что я хотел сказать про эти машины Больцмана, это то, что это вот к вопросу про ансамблинг там и так далее, и так далее. Тоже на Netflix Price Competition вот если посмотреть статью, которая вводит машины Больцмана в коллаборативную фильтрацию, это тоже было в контексте Netflix Price то вы там увидите, что качество, вот ошибка этой машины Больцмана, оно в общем хуже даже, чем у SVD можно добиться. И казалось бы, зачем тогда она нужна, если она не дает качество лучше. Но вот это как раз такой яркий пример, когда разнообразие в моделях нужно не для того, чтобы выбрать из них лучшую, а для того, чтобы построить им хорошую комбинацию. И здесь получается как раз такая история, что RBM для коллаборативной фильтрации на Netflix Price датасете не лучше SVD. Но она работает по-другому, она ошибается в других местах. И поэтому если построить из них хотя бы просто линейную комбинацию, а еще лучше там бустинг-комбинацию на результатах этих моделей, то будет существенное улучшение. То есть SVD плюс RBM будет гораздо лучше, чем просто выбрать лучшую из этих двух моделей. А лучшая из этих двух моделей это будет просто SVD. И вот как бы это тоже такой наверное живой пример того, что ансамбль это хорошо, но опять же, как я уже говорил вчера, да, я точно говорил, Netflix Price на самом деле выиграл какой-то гигантский ансамбль из там ста тысяч или миллиона моделей, который конечно был не очень уже практичен, в реальности такие супер-пупер тяжелые вещи не используются, но сама идея ансамблирования она конечно в реальности тоже используется, просто наверное ансамбль будет там из десяти моделей, а не из миллионов. Вот. Такие дела. Едем дальше. Ну на самом деле главное, что я хотел рассказать про сегодня это вот идея матричного разложения, идея сингулярного разложения матриц, идея того, как это применяется в машинном обучении и соответственно, как это превратить в вероятностную модель подобно тому, как мы это делали до сих пор. Но дальше я сейчас уже в оставшуюся часть лекции я уже перейду в такой обзорный режим, я не буду рассказывать особых подробностей, это наверное уже не так важно. Вот. Но кое-что еще хочу сказать так вот обзорно, что СВД это хорошо, но есть и другие матричные разложения, и они тоже по-своему интересны. Ну, там бывает PCA, например, один из самых популярных методов сокращения размерности, это тоже матричное разложение, мы как бы это приближенное матричное разложение, мы пытаемся спроецировать исходный набор векторов в пространство размерности поменьше, а потом так, чтобы когда мы разожмем обратно, получилось как можно более хорошая аппроксимация. А сингулярное разложение, вот оно строит оптимальное низкоранговое приближение, как я упоминал. А есть еще, например, и вот это тоже пример разложения матрицы, которая имеет большой практический смысл, это NMF, Non-Negative Matrix Factorization, то есть это как по СВД по-прежнему, но я теперь раскладываю так, чтобы элементы этих матриц, на которые я раскладываю, элементы матрицы UEV, они были бы неотрицательными. Вот. Ну, я не буду углубляться в алгоритмы, то есть, понятно, получается такой же алгоритм оптимизации, но теперь с ограничением, с ограничением, что все признаки должны быть неотрицательными. Это усложняет дело, там нужны какие-то еще алгоритмы новые, ну, в принципе, можно просто сделать условную оптимизацию, то есть, каждый раз, там, если хочется зайти за ноль, то возвращать в ноль, но это, конечно, не лучший способ, там есть алгоритмы более быстрые, все такое, но сейчас нам это не очень важно. В общем, короче, так тоже можно сделать, вот, так тоже можно сделать. И в чем смысл такого подхода? В том, что на самом деле получаются признаки, которые лучше интерпретируются. Это такая тоже довольно интересная мысль о том, что вот сейчас, когда мы построили модель, в которой там R, ИТ, АТ похожа на ПИТ, скалярно умножить на КУАТ, смысл каждого из этих величин, он пока довольно эфемерный. То есть, ну, он всегда будет эфемерный, в том смысле, что мы никакую разметку не даем и ничего конкретного от этих величин не просим. Но сейчас получается такая вещь, что типа я раскладываю, смотрите, вот я такую важную мысль хочу сказать, я раскладываю матрицу Х в произведение матриц там P и Q, но в принципе я могу эти матрицы P и Q как угодно повернуть, лишь бы согласованно, и ничего не изменится. То есть, грубо говоря, вот у меня матрица P размера n на k, матрица Q размера m на k, да? Давайте я просто между ними напишу какую-нибудь матрицу A размера k на k обратимую. и тут соответственно A в минус 1 на k. Вот. Вот получилось новое разложение, которое ровно так же приближает x. Ничего не поменялось, правда? Но матрицы P и Q поменялись до неузнаваемости. Они как угодно, ну, должна быть обратима матрица, типа поворота, они как угодно повернулись. да? И это значит, что без дополнительных ограничений, ну, как бы матрицы P и Q задают неплохой базис в пространстве признаков, но сами эти признаки, они ничего, особенно, никакого смысла не имеют. То есть, условно говоря, скорее всего, в этом пространстве признаков можно будет найти такое направление, у которого там с одной стороны драма, а с другой стороны комедия. Но вряд ли это направление будет совпадать с осью координат, вряд ли у меня выделится признак, по которому ровно так, потому что с какой стати? Ну, то есть, в моей оптимизации нет ничего, чтобы просила так сделать. И вот это рассуждение это показывает. То есть, если даже там изначально совпадало, то абсолютно неотличим локальный минимум, который поворачивает весь этот базис как угодно. А если сделать неотрицательное разложение, то есть, это значит, что как бы, когда я набираю это R из Паитова и Куатова, они могут входить друг с другом в довольно сложные зацепления, в довольно сложные соотношения, потому что они всегда могут просто рассчитывать на то, что сейчас мы построим линейную комбинацию, чего-то прибавится, чего-то убавится, и все будет хорошо. А если же я делаю неотрицательное разложение, то тогда получается, что я не могу ничего скомпенсировать, и вот это R и Та, оно, вот я уже напишу так, P1 на Q1 плюс P2 на Q2 плюс PF на QF, да, и теперь вот это каждое слагаемое, оно получается, что в каком-то смысле должно иметь самостоятельный смысл. то есть, да, тут по-прежнему может быть так, что, например, если тут у меня 50 признаков, а 50 мне не надо, то один может разложиться, скажем, на 5 в сумму, да, но это уже гораздо более слабый эффект, а вот эффекта того, что они могут взаимно друг друга компенсировать, вот это мы им запретили делать. и в итоге получается, что на самом деле у там NMF признаки получаются куда более хорошо интерпретируемые, если сделать, ну, я все, каждый год я ленюсь это сделать физически, но если взять какой-нибудь Netflix Price датасет и обучить на нем там NMF и потом спроецировать какую-нибудь размерность 2 и нарисовать такую красивую картинку, где будут именно, скажем, признаки фильмов, то вы там легко заметите кластеры, которые имеют прямо смысл. То есть и оси тоже будут иметь некоторый смысл. И это на самом деле прикольно. Вот. Такие дела. NMF. NMF, NMF. А, и еще, значит, замечание. Да, слушайте, еще важное замечание. В прошлый раз я говорил об этом в контексте User-Based и Item-Based Collaborative Filtering. Сейчас давайте в контексте SVD про это скажу. Что делать с Implicit Feedback? То есть что делать в ситуации, когда у меня в матрице X бывают только единички и неизвестно. А нулей не бывает настоящих. Все значения одинаковые. Тогда, смотрите, если я буду такую матрицу приближать просто P умножить на Q, то у меня будет абсолютно идеальное сингулярное разложение с одним признаком даже получится. просто я возьму здесь матрицу всех единичек, возьму здесь матрицу всех единичек, умножу одну на другую и у меня получится идеальная аппроксимация ранга 1, которая просто состоит из всех единичек. То есть все как бы замечательно, ошибка прям равна нулю и никакого, конечно, смысла это не имеет. вот и что делать? Ну, на самом деле, что делать теоретически, это вопрос хитрый, я даже, кстати, наверное, я когда-то знал ответ, но если вы сейчас меня попросите его рассказать, то я не помню. Вот, какой ответ теоретический, что с этим делать. А практически ответ очень простой. Надо добавлять регуляризаторы. То есть здесь уже без регуляризаторов никуда. Надо добавлять такие регуляризаторы, чтобы матрица из всех единичек была бы плохая с точки зрения этого регуляризатора. То есть надо вот априорное распределение строить так, чтобы это была плохая идея матрицы всех единичек и соответственно пришлось бы как-то все-таки модели подозвратиться и придумать такие неединичные признаки, у которых тем не менее единички получаются вот на этих местах. Собственно, другого пути тут, наверное, и нет. Вот. Implicit feedback. Да. Вот. И, собственно, теперь я уже совсем в обзорный режим перейду, поговорю о том, что еще тут может быть. Значит, что еще тут может быть? Про метрики качества мы говорили в прошлый раз, вчера. Сейчас, значит, про расширение. Ну, смотрите, какие могут быть расширения. Ой, пардон, обратно вернусь. Какие могут быть расширения? Расширение номер один. Вот. Моя базовая модель выглядит так. R и T от S крышечки это мю плюс B и T плюс B а плюс P и T на Q а Т. Вот. Смотрите. Сейчас. Ну, хорошо, давайте первое расширение такое. Первое расширение это что делать, если я решаю задачу холодного старта. Ну, оно не только для этого полезно, для холодного старта прямо очевидно. То есть, вот представим себе, что ко мне пришел новый пользователь, и я должен ему что-то порекомендовать. Ну, если ко мне просто пришел новый пользователь, и я при него вообще ничего не знаю, то, конечно, ничего не поделаешь. То есть, я ничего не знаю про его вектор признаков, я просто должен, наверное, рекомендовать ему список лучших фильмов, согласно их качеству, там, БАТ. Но в жизни обычно не так. В жизни обычно, когда приходит новый пользователь, и у него есть какой-то все-таки вектор признаков, условно говоря. И этот вектор признаков, ну, например, если к вам там пользователь на сайт пришел, зарегистрировался через социальную сеть, то это довольно уже много информации, да, вы знаете его возраст, вы знаете пол, вы знаете место проживания, вы знаете, там, может быть, даже круг друзей, может, это как-то можно использовать. Вот. И как бы каким-то вот каким-то образом эти признаки неплохо было бы учесть. Ну, и как их учесть? Ну, на самом деле, очень просто. Просто давайте я БИТ и ПИТ сделаю функции от этих признаков. Ну, например, там, БИТ будут линейной регрессией ИКСИТ умножить на какие-нибудь, какой-нибудь вектор там, ТЭТА ИТ. Не ИТ, просто ТЭТА. ТЭТА Б. Вот. А ПИТ это будет какой-то, давайте я напишу здесь лучше наоборот, там, ТЭТА Б скалярно умножить на ИКСИТ. А ПИТ это будет какая-нибудь там матрица весов W умножить на вектор ИКСИТ. И я обучаю на самом деле, то есть, теперь моё предсказание выглядит вот так, плюс ТЭТА на ИКСИТ плюс БАТ плюс W на ИКСИТ на КЮАТ да, и я вот это теперь оптимизирую и приближаю вот этим РИТАТ и мои переменные теперь это W ТЭТА там БАТ и КЮАТ вот ну и как бы тем самым я могу построить например вот какие-нибудь там демографические особенности моей популяции и начать рекомендовать уже конкретно что там если ко мне на сайт приходит не знаю 16-летняя девочка из штата Алабама то наверное ей надо порекомендовать фильмы Андрея Тарковского потому что все 16-летние девочки из Алабама любят фильмы Андрея Тарковского и это записано в принципе вот в этих признаках вот то есть я написал условно самое простое что может быть линейную регрессию но конечно здесь может быть ну какая угодно модель да там F от X и T с какими-то параметрами ТЭТА Б главное чтобы я умел ее обучать и мог ее вставить в предсказание рейтингов и начать обучать параметры ТЭТА вот и можно в принципе строить любой промежуточный вариант то есть условно говоря вполне разумно например будет сделать так что эти там демографии вот эти вот вот это представление оно работает пока у пользователя мало статистики а когда у пользователя становится достаточно статистики там он оценил 10 фильмов например то мы как бы в преследующем переобучении системы уже будем не так его оценивать а запромоутим его до настоящего пользователя и заведем на него новые переменные и будем их тоже обучать так так тоже вполне можно делать и такие гибридные варианты тоже будут получается что для холодного старта мы подтягиваем ТЭТу и ДУВ а для этих самых для пользователей которые уже с историей мы обучаем им персональную персональную рекомендацию вот это что касается там холодного старта и как сюда впихнуть дополнительную информацию вида там какие-то признаки пользователей естественно то же самое можно сделать с признаками фильмов там скажем если хочется ответить на вопрос насколько пользователю нравится комедия ну давайте мы в качестве одного из компонентов Q напишем просто комедия это или нет почему нет и тогда обучится признак именно про комедию если мы это знаем если есть такая разметка в датасвете вот второе расширение оно вот тоже появилось в Netflix Prize и оно такое любопытное на самом деле смотрите называется SVD++ я не помню или не знаю что такое SVD просто плюс но SVD++ это вот такое расширение давайте вот как бы у нас сейчас пользователь представляется через БИТ и ПИТ да но на самом деле на самом деле SVD вкусы пользователя они в каком-то смысле также определяются историей его просмотров то есть грубо говоря если пользователь ну то что пользователю нравится зависит зависит не только от того какие рейтинги он чему ставил но и просто от того что он в своей жизни смотрел вот такая идея и поэтому поэтому на самом деле вот в SVD++ есть такое такое расширение что в качестве ПИТова ну точнее как ПИТы мы оставляем но поэтому мы еще добавляем как бы дополнительные признаки связанные с тем какие фильмы смотрел этот пользователь скажешь какие записи есть в его истории независимо от того какие рейтинги он поставил то есть как бы плюс сумма по там Б чтобы с А потом не перепутать из ну не знаю истории просмотра этого пользователя да а сумма каких-то новых векторов Y-беты это еще признаки которые тоже надо обучать по одному признаку на каждый фильм но теперь общее как бы наше Р и Т выглядит как Мю плюс БИТ плюс БАТ плюс смотрите КЮАТ умножить на теперь вот это ПИТ плюс сумма по истории Итого пользователя Y-беты и я забыл отнормировать то есть плюс наверное 1 делить на получается корень из размера этой истории тут тоже надо написать 1 делить чтобы не взрывалось это все это же сумма какая-то 1 делить на корень из размера этой истории на сумму по истории Y-беты вот вот это называется СВД плюс плюс то есть типа мы вводим дополнительные признаки которые показывают как на вас повлияло то что вы посмотрели фильм Андрея Тарковского Сталкера условно говоря вот и ну это такое немножко необычное расширение в том что видите оно как бы усложняет модель не вводя никакой не используя никакой дополнительной информации то есть усложняет модель просто по-другому используя те входы которые там уже есть ну и кстати тоже что-то улучшается значит третий тип расширения тут сразу как бы многими способами можно делать но третий тип расширения это как добавить время и опять же я рассказываю в контексте Netflix Price в датасете Netflix там у каждого рейтинга еще был написан timestamp когда этот рейтинг был выставлен ну и давайте я наверное не буду это переписывать я покажу это на слайде просто для экономии времени смотрите вот это одна из главных компонентов того гигантского ансамбля который взял Netflix Price в итоге называется TimeSVD++ вот это по сути обычный SVD да но во-первых плюс-плюс вот это вот это вот VAT это история и вот это сумма Y да а во-вторых это все еще зависит от времени то есть смотрите B от качество фильма там популярность фильма зависит от времени B и зависит от времени P и зависит от времени и ну понятно что они просто попробовали много вариантов выбрали лучше но здесь есть логика вот эта зависимость от времени она тоже тут двух как бы типов здесь есть один тип зависимости это какие-то долговременные тренды ну типа польза вкусы вкусы пользователя со временем меняются наверное проще всего там не знаю вспомните какие фильмы вам нравились в 12 лет какие в 15 какие в 18 и какие сейчас наверное это будут немножко разные вещи вот ну там а вторая компонента а вторая компонента это вот какие-то бинаризованные значит не бинаризованные бин здесь в смысле бин как в кистограмме бин не в смысле байнер вот а какие-то просто дискретные признаки какого-то конкретного времени то есть и это кстати в контексте фильмов такая тоже прикольная идея очень разумная что бывают такие особенные бывает такое особенное время когда какие-то особенные фильмы действительно начинают выигрывать то есть ну условно говоря там у нас 31 декабря все смотрят иронию судьбы или с легким паром ну по крайней мере до какого-то момента смотрели там в Америке есть гигант есть ну не гигантский но есть целый жанр Christmas movies которые смотрят на Рождество и типа вот конкретно 25 декабря их популярность конечно взлетает по сравнению со всем остальным годом очень сильно есть один совершенно великолепный фильм который привязан к одной конкретной дате в феврале какой ну что-то видимо с войной с войной нет ну да есть у нас есть фильмы на 9 мая это правда да видимо 14 на 14 кстати я не знаю фильмов то есть ну понятно что про любовь но знаете про любовь это очень широкая категория а вот 2 февраля да вот 2 февраля это очень конкретный день в который надо смотреть очень конкретный фильм да действительно вот день сурка и у него прямо вот да есть один конкретный день когда все его пересматривают потом забывают ну кто-то на год кто-то больше вот и вот такая история то есть и вот вот так вот это вот вот так вот это и работает и вот так в принципе Netflix Price потихоньку и выигрывали то есть чуть-чуть усложняем модель но не сильно там сильно не усложнишь потому что не так много вообще информации в этом дата сайте содержится вот ну и можно дальше продолжать как бы рекомендательная система это огромная наука поскольку она как бы это наука скажем так она очень широкая но не очень глубокая потому что она очень широкая потому что типа вот вы делаете какую-то рекомендательную систему скорее всего у вас есть что-то особенное чего нет ни у кого другого то есть скорее всего у вас есть там какой-то вид дополнительной информации которым люди которые там в литературе не встречался и пожалуйста вот вы его как-то использовали у вас с ним получилось лучше чем без него вот вы написали об этом статью вот но понятно что есть какие-то более-менее стандартные расширения например очень стандартное расширение социальный граф я не буду про это много говорить но типа там есть о чем поговорить то есть социальный граф это прямо интересно как его использовать потому что это входы немножко другого другой природы даже то есть это получается что именно что граф у вас есть друзья и если эти друзья тоже зарегистрированы в системе и у них есть какие-то оценки то вот начинается что как подмешивать вашу выдачу там рекомендации для ваших друзей или то что они смотрели и так далее то есть условно говоря если какой-то фильм смотрели все ваши друзья то наверное вам тоже стоит его посмотреть даже если он вам не понравится будет о чем будет что обсудить вот и так далее тому подобное и вот наверное последняя тема которую я хочу затронуть нет предпоследняя предпоследняя тема метрики разнообразия вот самое как бы главное в рекомендательной системе по крайней мере, в оффлайн-рекомендательной системе, это постараться рекомендовать что-то довольно редкое и что-то неожиданное для человека. И, ну, есть такое ключевое словосочетание filter bubble, которое, как одно время, было очень популярно, сейчас про него все забыли, хотя bubble стал только прочнее за это время. О том, что, типа, ну, если я там всю жизнь смотрю гонконгские боевики категории B, то мне можно всю жизнь рекомендовать гонконгские боевики категории B. И их хватит. И сейчас производится столько контента, что мне на всю жизнь хватит даже не выходя за зону комфорта этих рекомендаций. И они мне будут нравиться, раз мне нравится этот жанр. И, в принципе, все будет как бы хорошо, но ценность рекомендательной системы, она при этом минимальна, потому что я мог бы сам просто по жанру посмотреть. А ценность рекомендательной системы будет в том, что вот, типа, я смотрю гонконгские боевики категории B, я ставлю им какие-то рейтинги, и тут мне система говорит, чувак, вот, судя по твоим рейтингам для боевиков, тебе очень понравится фильм Жанна Люка Гадара «Китаянка». Иди посмотреть Жанну Люка Гадара. И я иду смотрю, и мне действительно нравится. Вот это вау, это, да, это рекомендательная система мне сказала что-то, чего я никогда бы сам не сделал. И как это делать? Ну, это вот с одной стороны, а с другой стороны тоже очень важно не давать тривиальных рекомендаций, потому что... Или давать мало тривиальных рекомендаций, потому что, ну, типа, представьте, что там я посмотрел, не знаю, первую часть «Властелина колец». «Властелин колец» for Fellowship of the Ring. И мне понравилось, я поставил пять звезд, вообще прям клево, все, мне понравилась история этих хоббитов. Фактически список, значит, топ-10 рекомендаций уже определен. Да, то есть сначала мне надо порекомендовать два следующих фильма, потом мне надо порекомендовать три части «Хоббита», потом там еще что-то было. В общем, все понятно. А если вдруг мне понравился еще первый «Гарри Поттер», то все понятно, что можно рекомендовать на всю жизнь. Ну, видите, какая штука, это неинтересно. Это плохая рекомендательная система, потому что если я посмотрел первого «Властелина колец», мне понравилось, я сам знаю, что я хочу посмотреть второго. Мне не нужно это рассказывать, тут как бы в этом нет ничего полезного для меня. А чтобы было полезно, нужно как-то вот давать что-то интересненькое. И вопрос в том, как давать что-то интересненькое, ну, надо на самом деле, по большому счету это делается с постпроцессингом обычно. То есть мы сначала все равно предсказываем рейтинги, типа вот все, что мы до сих пор делали, мы предсказывали рейтинги. Основа была в том, что мы предсказываем рейтинги. Но потом сам список рекомендаций на основе предсказанных рейтингов мы формируем не просто сортировкой, а как-нибудь поинтереснее. Ну, и тут можно, типа, оптимизировать всякие разные метрики, типа diversity, мера похожести элементов списка. То есть представим себе, что у меня есть возможность оценить похожесть двух фильмов. Ну, это может быть по каким-то внешним фичам, типа, там, насколько, ну, режиссер, жанр, там, год выхода, актеры, которые играют и так далее. Вот, а может быть по внутренним признакам, то есть по тому, насколько одинаковые люди его смотрели, насколько одинаковые рейтинги ставили. И тогда, значит, хочется, чтобы элементы этого списка были бы не похожи друг на друга. Новолти, насколько это новый элемент именно для меня, то есть насколько... Ой, нет, наоборот, Serendipity, это насколько похожи именно для... Новый именно для меня, насколько это для меня сюрприз, то есть, типа, насколько этот фильм похож на мою историю просмотров, да. Вот, а новолти, это просто насколько он редкий, типа, сколько пользователей вообще его смотрели. Если его мало смотрели, то даже если это опять гонконгский боевик категории B, но это какой-то редкий боевик, и если ему предсказывается хороший рейтинг, может быть, для меня это интересно, это что-то новенькое. Вот. И вот, как бы, то есть, если мы умеем оценивать похожесть между продуктами, то мы можем пытаться сформировать какую-то выдачу рекомендаций, которая будет интереснее, чем просто топ предсказанных рейтингов. Вот. Ну и последнее, что я просто скажу, что бывает, и никак не буду углубляться, еще бывают так называемые контекстовые рекомендательные системы с контекстом. И контекст — это типа, а как вы собрались потреблять этот продукт? То есть, ну, в случае фильмов, понятно, что там фильм, на который пойти в кино с девушкой — это одна история, а фильм, который посмотреть в одиночку вечером под одеялом — это другой разговор, а фильм, на который идти, там, не знаю, большой компанией — это третий разговор. Вот. А, ну, то же самое, там, время, географический контекст, и так далее, и тому подобное. И этот контекст, как его учесть формально, получается, что он добавляет новые измерения в эту матрицу. То есть, раньше у нас была матрица пользователя на продукты, а теперь у нас такой типа гиперкуб данных, да, там, пользователь на продукт, на контекст. И контексты тоже могут быть многомерные. Вот. И получается такой вот гиперкуб, и, в принципе, там можно навести большую теорию, сделать такое типа тензорное разложение, аналогичное с ВД, ну, для многомерных матриц, грубо говоря. Вот. Но, типа, тут как раз тот случай, когда простые решения, они работают не хуже, то есть можно просто, типа, отдельно обучить модель, куда пойти с девушкой. Ну, наверное, у нее она будет похуже, наверное, потому что у нее гораздо меньше данных, да, но потом просто добавим это в бленд, и когда там будет важно, когда мы будем знать контекст, мы будем предсказывать лучше, а когда неважно, мы вернемся к какой-нибудь базовой модели, которая его не учитывает. То есть, здесь, опять же, есть целая наука, целые там книги, сотни статей, но не то, чтобы я прям рекомендую в это углубляться. Ну вот, вот такие дела. Наверное, я на этом закончу рассказ про рекомендательные модели. А если есть вопросы, задавайте. Ну, вот. Есть вопрос? А скажите, пожалуйста, обрабатываются ли как-то запросы? То есть, я, например, рассказал какой-то фильм, вот посмотрел там отзывы, вам не понравились вот эти запросы обрабатываются как-то? Ну, слушайте, любую информацию можно добавить. То есть, если она логируется, то ее потом можно использовать для рекомендаций. Ну, то есть, если там написано, что вы, типа, если в базе идет, есть запись, что вы там долго сидели на страничке этого фильма и читали про него отзывы, но в итоге так и не посмотрели, да, это тоже, может быть, важно. Почему нет? Тоже давайте добавим. Конечно. Хорошо, спасибо. То есть, вот я как бы, понятно, что я приводил какие-то банальные примеры, но, по сути, я хотел создать впечатление, что в рекомендательную систему можно запихнуть, даже в этот базовый SVD-фреймворк, можно запихнуть все, что угодно. Если у вас какие-то данные, давайте просто сделаем эти фичи функциями от данных. Вот и все. И все будет нормально работать. Вот. Такие дела. Ну ладно, видимо, уже и вам пора идти дальше. Так что, всем спасибо. Хорошо мы поговорили про рекомендательные системы, как раз, да, две лекции, исчерпали тему, и можно двигаться дальше. Всем спасибо. Увидимся. До свидания. До свидания.